Мы приехали привести в порядок оливковые деревья, чтобы в следующем году они дали как можно больше урожая. Также мы можем найти в это время на Крите очень много полезных трав. Я вам покажу также, как это делается, как греки используют всё, что даёт им природа. И также на этих же деревьях мы можем найти улиток. Вот одна из них, кстати, как раз таки вовремя попадёт сейчас в кадр. Вот она красота. Обычно они прям вместе. Много-много их, но иногда и по одной бывает. Их тоже греки употребляют в пищу. Как их готовят, я тоже вам всё покажу. Чистенькая улиточка. Вау, вот такая красота. Мы сейчас находимся в деревне, которая называется Епископии. Это где-то примерно 12 километров, а то и больше, от города, от столицы Иераклиона. Посмотрите, вот сколько оливковых деревьев, не все же из них наши, правильно? И никакого ни забора, ни калиты, никакого обозначения, чтобы увидеть, где чья территория, кому какие оливки принадлежат, чтобы не зайти на территорию соседей. Я спросила у греков, как же так? Как они определяют, что вот это мои оливки, а это уже не мои? Они говорят, они знают. Никто, кстати говоря, на чужую территорию никогда не заходит. Как-то навредили друг другу или как-то нечестно поступили, такого нет. Я думаю, что это очень хорошее такое качество. У греков, но за всех греков не буду говорить, буду говорить только за тех, кто живёт на Крите, и тех людей, которых я повстречала именно здесь. Вот так, хожу тут вокруг деревьев, смотрю, есть ли улитки. Вот ещё одна. Вот так потихоньку, помаленьку, потом покажу, сколько у меня уже накопилось. Вот такой вот критский традиционный деликатес, представляете? Обычно улитки готовят в розмариновом соусе. Покажу потом, как это делается дома именно. Вот. Пока болтаю тут уже. Там все работают, я болтаю. Блогер. Смотрите. Одна выползла уже из мешка. Я даже не почувствовала. Так что, к вашему сведению, что на оливковых деревьях не только оливки растут, но ещё можно собирать вот таких улиток. Опа. Ещё первый раз сегодня так собираю, вы вместе со мной. Вот. Такой опыт у нас с вами. Здесь их называют на Крите хохлюз. Хохлёз? Хохлюз. Есть ещё название какое-то, но я уже... Потому что на Крите я знаю уже только критское название. Честно говоря, у меня вообще нету даже никакой прививки. Клещей не боюсь. Их здесь просто нет. Хотя хорошо было бы для профилактики, как говорится. Ну вот. Хохлюз. Ещё раз напоминаю, как они называются здесь на Крите. Вы не можете сразу их употреблять в пищу вот в таком виде. Там целый процесс, про который я вам сейчас расскажу. Собранные улитки необходимо очистить. Их помещают в сетку, чтобы откормить мукой, а также, чтобы они не задохнулись или не разбежались. Ведь когда у них закончится еда, они впадут в спячку на две недели, пока мы их не разбудим, чтобы съесть. Прежде всего улиток надо почистить, то есть убрать мембрану. Так что помещаем улиток в воду, вода сразу выведет их из спячки. Те, что не проснулись, удаляем из процесса приготовления. Ну и далее следует ещё более негуманный процесс. Помещаем с живых улиток дверцей вниз на горячую сковородку, щедро посыпанной солью. Когда улитки перестают шипеть, добавляем оливковое масло и перемешиваем, оставляя на среднем огне на несколько минут. Субтитры сделал DimaTorzok Затем добавляем уксус и муку. Всё перемешиваем и снимаем с огня. Субтитры сделал DimaTorzok Улитки в приготовленном виде. Приятного вам аппетита! Хотя я, конечно, понимаю, что блюдо для вас непривычное и далеко не все готовы разделить страсть критян горным улиткам. Но если будете на Крите в отпуске, обязательно попробуйте в таверне, это очень интересный, полезный деликатес, потому что виноградная улитка содержит 70% белка и 30% аминокислот. В чём работала, в том и села. Нет времени ждать. Будем пробовать. Надо. Будем пробовать традиционную критическую пищу. Некоторые едят с помощью зубочисток, но мы попробуем сейчас сделать это с помощью вилки. Опа! Вот она, красавица! Но вот эту часть последнюю... Вот эту часть маленькую мы убираем. И тогда... Приятного аппетита! Приятного аппетита! И тогда мы готовы попробовать нашу улитку. Шикарно! То есть, после употребления улиток у вас должна остаться сама вот эта чашечка, ракушка и вот эта часть, последняя часть, которую мы убираем, чтобы съесть вкусненько вот эту улиточку. В розмариновом соусе. Обычно делают вот так традиционный способ приготовления. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео было полезным. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok